Начался учебный год, и какие кружки заработали? Сколько туда записалось? Как обстоят дела? Наш культурный центр с 1 сентября начал набор на новый учебный год в клубные формирования. На настоящий момент, он еще не закончен, до 30 сентября мы продолжаем принимать заявления. Но в настоящий момент у нас уже 471 человек в наших клубных формированиях, еще 88 в резерве. Проводятся до сих пор прослушивания в некоторые кружки, в которые это необходимо. Некоторые мы берем без прослушиваний. В этот раз мы снизили возраст деток. У нас появились клубные формирования, куда мы берем детей от 3 лет. В дальнейшем, конечно, у нас планы еще больше расширить этот возраст. То есть у нас будет формирование для мам с маленькими детками, мама и малыш. Также в этом году, в этом сезоне мы начали прием в театральную студию. Называется «Пара фраз». Мы принимаем как взрослых, так и деток. То есть на самом деле у нас есть желание сделать хороший театральный кружок, хорошую театральную студию. И, соответственно, дальше ставить спектакли. Педагоги у нас отличные профессионалы своего дела, которые очень любят то, чем они занимаются. Они очень любят детей. Не раз они доказали свой профессионализм. В том числе детки после занятий с нашими педагогами поступают в профессиональные училища, в высшие учреждения профессиональные. Выигрывают конкурсы. В принципе, мы все об этом знаем. Мы стараемся, наш культурный центр старается информировать людей и рассказывать, делиться своей радостью. У нас 15 клубных формирований. Это студия эстрадного вокала «Лирика», вокальная студия «Октава», хор русской песни. Притом взрослый и детский состав у нас. И мы всех приглашаем прийти к нашему замечательному руководителю Елены Владимировны Караевой. У нас клуб восточного танца «I love belly dance», в котором девочки занимали первые места на международных конкурсах с замечательными педагогами. Студия изобразительного искусства «Фантазия», тоже, в которой занимается на настоящий момент 53 человека, 53 ребенка. Любительское объединение «Молодежь», цирковой кружок «Улыбка», студия игры на барабанах, мастерская лоскутного шитья «Мозаика», в которую тоже ходят как детки, так и взрослые. Изобразительная студия в технике «Эбру», «Танец красок». Очень хорошо, на самом деле, успокаивает, развивает восприятие у детей цвета. Ну, собственно, и для взрослых тоже очень хорошо воздействует на психику. Мастерская декоративно-прикладного искусства «Лепота». Тут у нас вообще очень интересно, 38 человек занимается, 42 человека еще в резерве, они хотят заниматься. Я думаю, что мы уговорим преподавателей, все-таки откроем дополнительные группы. Хореографическая студия «Мерцание». Мы планировали набрать 35 человек, сейчас у нас 64. Я так понимаю, это еще не предел. Замечательный педагог, находит с детьми, с любыми детьми, общий язык и действительно очень хорошо ставит технику, танцы, пластику. Также мы в этом году, это новое направление, пластилинография для маленьких деток, очень хорошо развивает моторику. Тоже уже 23 человека у нас набрано. А, ну естественно, кружок игры на гитаре «Овердрайв», который ведет Борис Каратарев. В общем, мы развиваемся. Если бы у нас была возможность заниматься в Доме культуры, то мы бы могли открыть еще несколько кружков, к которым мы уже готовы. Клубных формирований, вернее. Но в настоящий момент, к сожалению, мы пользуемся добротою нашего учредителя и всех сочувствующих нам. И располагаемся в разных местах. А в Доме культуры до сих пор сидят оккупанты. По-другому называть это нельзя, потому что сейчас, в настоящий момент, Дом культуры не работает. Там пытается ЗАУ совхоз имени Ленина, как собственник здания, проводить капитальный ремонт. К сожалению, ему это не удается, потому что муниципальные учреждения культуры до сих пор не вывезли свои вещи и утверждают, что вещи являются неотъемлемой частью этого здания. Продолжение следует...